Так вот рано или поздно мы приходим к мысли о том, что есть такой вариант под названием лицемерие. Везде и всюду говорит, что лицемерие не нужно, никому не нужно. То есть лицемерием мы боремся везде и всюду. Но возникает вопрос, когда человек понимает, что он не сможет бороться с лицемерием, которое работает каждый божий день. Я уже к этому делу привык. То есть вы думаете, что мне нравится билибердой, которой я занимаюсь? Нет, господа мои. Мне говорят, может быть ты сможешь людям донести, что такое журналистика в России? Могу. Вы должны заниматься проституцией. Именно этой проституцией я и занимаюсь. То есть когда к вам придет какой-нибудь человек и скажет, что он хочет что-то раскрутить, вы ему скажете, чем вы занимаетесь? Если он скажет, что я крутой специалист, а не проститутка, ну наверняка так оно и будет. То есть он занимается проституцией, но вам втирает то, что это красиво и ровно. Мало того, в 90% случаев ему-то что нужно этому товарищу? Ему нужно просто тупо заработать деньги. И вот мы вернулись к слову про лицемерие. Вау. Было такое и у нас в России. Да, оно до сих пор и сейчас есть. Один человек пришел, он вырос, ему было хорошо. Он был, говорит, реально крутым специалистом, который это дело еще вкусил тогда, когда можно было работать. И он не понял, как ближе к 70 годам он должен за что-то кому-то отдавать деньги. Вы что это взяли-то? Такие товарищи есть. К слову о том, что да. Чем мне нравится Магнитогорск и Металлургический Каминад, да чем мне нравится Магнитогорск, я вам серьезно говорю, что из Магнитогорска ехать я никуда практически не собираюсь. Это идеальный практический город. Да не просто практический, а 100% идеальный город. Здесь появились отличные дороги тогда, где еще никогда дорог этих не было. Ну не было этих дорог, это во многом спасибо нашему руководителю города Магнитогорска, в смысле не руководителю, хотя в принципе да, руководители города Магнитогорска в некотором смысле после одного товарища стали более интересными. Да, 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 да. Я благодарю Виктора Филиппа Черашникова за то, что он это сделал. И он это сделал, по крайней мере, когда я с ним был бы знаком, а я с ним познакомился очень приятно и красиво с 1986 года. Да, 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 да. Да, именно тогда мы с ним познакомились. А после этого я у него работал, оператором. Да, такие вещи тоже были. К слову о том, что после этого я также снимал Владимира Владимировича Путина. Еще тогда, когда он не был никем. Я имею в виду, он был хорошим человеком, но президента он еще не был. Он сюда приезжал. Я его снимал неоднократно. И если честно, вы должны понять, что в ФСО мои сведения 100% есть. Я его безумно уважаю. Теперь вопрос возникает. Почему уважая человека, мы не уважаем людей, которые рядом с ним? Да, очень просто. Опять же, мы возвращаемся к лицемерию. Как это реально меня достало. Вот реально достало. То есть он занимается, но лицемеров вокруг очень, очень реально много. И вот давайте все-таки вернемся на круги своя. Потому что рано или поздно все мы были в партии. Да, господа мои. В партию я вступил бы в 1991 году. Но август месяц и партии Советского Союза не стало. Хотя, по сути событий, все те люди, которые сейчас у власти, нормальные власти, они всегда были в партии. Все были в партии. Что-то сейчас немножко поменялось, но и еще раз говорю, это опять же лицемерие. Что касаемо сегодняшней партии, партии власти, да? Единая Россия. Но там такое же лицемерие. Вы понимаете, что лицемеры туда пришли? И вы думаете, что лицемеров было мало? Да ну что мне рассказывать в сказке? С лицемерами всегда боролась КПСС. Она серьезно с ними боролась. И вы думаете, что те люди, которые сидели, они все были красивыми и очень симпатичными? Да нет, дорогие мои. Тут возникает дивный вопрос. То есть, была КПСС, была КНР, коммунистическая партия Китая. Что произошло у них и что произошло у нас? Я еще раз говорю, до 1986 года я не слышал, что такое был товарищ Сталин. Я не знал, что он вообще существует. Представляете, как хорошо вымели все это дело? А потом вот эта штука началась. Вот зачем эта перестройка была? Для чего? Потому что какому-то товарищу дали попытаться договориться с Америкой. Что он сделал? Ну как бы тебе сказать, он просрал всю Россию, Советский Союз. Понимаете? Да-да-да. И это случилось. И это случилось. Всего за какие-то, сколько лет? Ну сколько лет? Он был с 84 года, да? По 91 год. За какие-то нам 6 лет все в лохмотье. Он ухомызл. И самое забавное, что я это сам видел. Почему я это дело видел? Потому что я был в 86 году в Прибалтике. Я сразу понял, что там как-то к нам очень сложно стали относиться. И давайте все-таки вернемся на круги своя, к чему все это дело пришло, откуда все это дело появилось, да? То бишь, если мы будем говорить о сути бытия вашего, меня, естественно, и 5-е, 10-е, то есть задаю вопрос. А когда у нас вообще фамилии-то появились? Я обыкновенное быдло. Вы не понимаете, что ли? Да я такое же быдло, потому что, как бы вам сказать, у меня не было никаких там тараканов. И мне это очень сильно понравилось, что в свое-то время в Магнитогорск отправили еврейку, бабушку мою, ну очень красивую, реально. Из Тобольска, оттуда, одет мой болгар. Его тоже отправили только из другого места. То есть в свое время мы же залазили, в смысле мы забирали то, что было к нам положено. То есть давайте все-таки определимся по истории вопроса. То есть мы забрали Бессарабию, но он старался уйти от службы в румынской армии, а надо сказать, что румыны очень серьезно издевались над молдавами, над болгарами. Он, кстати, болгар был, естественно. Это был кошмар, что было и в Первую, и во Вторую мировую войну. Это был просто реальный кошмар. Теперь давайте объясним, как мы это быстро сделали. Да, естественно, приходилось кое-кого колбасить, а без этого никак. И вы мне хотите сказать, что 1917 года, а Великая Отечественная война когда началась? В 1941 году. Просто пересчитайте, сколько времени прошло. Ну там не сильно, там много времени-то и прошло, если честно. То. Ага. И обратите внимание, что с 1917 по 1941 год, как Советский Союз приподнялся, как он дал, а он реально дал люлей нашему замечательному товарищу под названием Гитлер. Вот, 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 вот что случилось. То. А потом началась вот эта, чебатуха. Да, 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 да. И всем оказалось, что, вы знаете, что вот если я буду лицемером, мелкая и гадостливая штука реальности, то будет все красиво. Возможно, так оно и было бы. Но что такое лицемеры? Лицемеры вошли во власть в нашу, понимаете? О, они реально вошли в нашу власть. И только единственный президент, который еще помнил то, что было и было грамотно, он пытается все это дело развернуть. Не всегда это дело получается, не всегда, но он это делает, он это делает. Что произошло сейчас? Да, вот, к слову о том, что произошло сейчас. К слову о том, что произошло до того, как. Это про лицемеров. Когда мой товарищ, ну, я не знаю, он сам, пускай, думает, мне такие вещи рассказал. Я говорю, ребят, вы вот мне что сказки-то рассказываете? Когда он мне сказал, сколько мы жили на талонах, я сказал, сколько, два года мы жили на талонах. Да, 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 всего лишь два года мы жили на талонах. Всего лишь, всего лишь два года мы жили на талонах. И что теперь? То есть, вот к чему пришло полное разрушение советской истории. Мы даже почему-то начали талоны покупать. Почему это случилось? Ну, я, конечно, понимаю, что в свое-то время, коли честно, при наличии огромных свиноферм и все остальное, мы можем проехать рядышком. Да вы просто в гугле посмотрите, внимательно посмотрите на Российскую Федерацию, что там случилось. Внимательно залезьте, в деревню залезьте. Ну, не надо куда-то так. То есть, вы понимаете, что в свое время мы кормили. Да сейчас они есть. Ну, на любую деревню воткните и посмотрите. То есть, были раньше и коровники, и все остальное. То есть, кого мы кормили? Мы кормили до полмира, естественно. На балансе Советского Союза держался полмира. Мы их всех кормили. Уже потом, в свое время, у КНР мы брали великую тушенку, вот эту Great Wall. Да-да-да, это не надо путать Great Wall, которые джипы потом появились. И самое-то забавное, если бы после Брежнева был бы Андропов лет 10 назад, сейчас бы еще Китай начал бы тоже прикалываться. Потому что у меня есть те вещи, которые были в России, в Советском Союзе. Ну, тогда Россия еще никак не существовала как таковой. То есть, меня занимает вопрос. Вот я вам говорил уже про фамилии, да? То есть, когда у нас появились фамилии? Ну, когда у нас появились фамилии? Алло, гараж. Ну, вы хоть вспомните мозги-то свои, включите. Если нет, ну, подумайте. И подумайте, как я это сделал. То есть, у нас фамилии появились после того, как у нас убрали крепостное право. А в каком году убрали крепостное право? В 1861 году. То всего лишь. Понимаете, как все было быстро и красиво. И вот что получилось то? Что получилось? Ну, интересно весь получилось. То есть, у нас количество, когда мы ушли с Российской империи до того момента, когда мы дали кое-что одному товарищу, который за 5 лет НСДАП сделал красиво. То есть, он сделал НСДАП. И вот внезапно после того, как наступил там реальный крах, на следующее утро оказалось, что никто в НСДАП не состанавливался. А вы внимательно посмотрели. Ну, ради прикола. Это же интернет. Вот, обыкновенный интернет. Ну, и все-то становится понятно. И когда у вас появились фамилии? После. Отмена крепостного права. А до этого были по именам, господа мои. Не надо сказки нам рассказывать. Ну, не надо сказки нам рассказывать. Другой вариант, что в Российской империи не было подразделения на нации вообще как такового. Понимаете? Не было такого. Это устроил один товарищ. Ну, еще до этого мы вдруг внезапно оказались... К сожалению, да, нам пришлось потерять из Российской империи Финляндию и Польшу. А также немножко вот эти... Чухонь. Не слышали? Да, это было Чухонь. Ну, нормальная Чухонь. И в этой Чухоне не было ни финнов, не было ни эстонцев, не было ни прибалтов, не было ни латышей, никого там не было. К слову о том, что кто-то сейчас получит что-то по деньгам, не по-хорошему. Это у меня отдельные товарищи. Коты мои тут начинают мозги канифолить. Они думают, что этого не получится. Нет, получится, господа мои. Так вот, не было никого. То есть мы всегда было все красиво и ровно. Всегда мы были гражданами одной Российской империи. Уже потом что-то это дело нарисовалось. Мне рассказывают сказки про многие вещи. А я знаю историю, я любил историю. Она мне всегда нравилась. Причем еще та история. Вы думаете, что я не читал, ну, пытался прочесть, сколько у нас было царей. Это, к слову, о царях. Я вам задам вопрос, а вы в оконцовке мне скажете, сколько у нас было царей, которых вообще-то существовало в природе. Ну, если это будет красиво и ровно, если вы все это расскажете, то, может быть, да, а может быть и нет. Итак, вы понимаете, да, проблемы. И тут наступил 91-й год. К слову о том, почему я вам расскажу, что даже невзирая на коммунистическую партию, я чуть-чуть раньше покрестился. Это был 89-й год. Мы пришли и покрестились. И ничего не получилось проблемного, потому что не так давно, в прошлом году. Вот спасибо Господу, что Он есть. Я еще раз говорю, если бы не Господь Бог, я бы столько не существовал в природе. Поверьте мне, я верил в Него и верю неоднократно. И то, что Он мне дает, и то, что Он мне показывает, а Он показывает мне многое, я в это все вижу. Вы мне не рассказываете сказки, вы можете в Него не верить, а я-то это дело вижу. Кстати, недавно, это мы говорим про год 2022. Прямо вот недавно, последняя неделя была перед Пасхой. И вы думаете, что на меня не проехали? Да, на меня проехали. Но, в отличие от других, я никогда не говорю, ребята, у каждого в голове есть свои тараканы, поверьте мне. У меня свои тараканы. Но, что касаемо моих тараканов, они еще и воспитаны были определенным образом. А вы не понимаете, что я этим делом занимался? Нет. Я в свое время прочитал одну очень хорошую книжку, как грамотно общаться с людьми, общаться с вами. Вы такие же люди, как и я. Может быть, вы умнее меня? Я не против. Мне надо это дело показать, что вы умнее меня. Может быть, вам тоже надоело лицемерие, так это будет еще интереснее и вкуснее. Потому что мы уберем это лицемерие, и возможно, возможно, мне будет здесь хорошо жить. Я это дело прочитал достаточно давно. И это дело я еще прочитал, когда, ну, вам сказать, это было интересным. В 86-м году я прочитал. Ну, практически полностью, да-да-да. Я очень был весьма начитанным человеком, да и сейчас бы таким являлся. Но, как бы вам мне сказать то? Линкольн, ну, что ты сюда пришел? Ты хочешь, иди сюда? Ну, иди сюда. Или уходи отсюда, вы. Ну, коты у меня интересные. То есть, я точно знаю, как необходимо работать. Я точно знаю, что все мы рано или поздно крякнем. Я точно знаю, как я раскручиваю всех подряд. Вы думаете, что все подряд вернулись на круги свои? Нет, 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 нет. Как бы вам сказать то? Всего лишь 3 или 4 процента телевизоров понимают, к чему все это дело придет. То есть, как только меня не будет в эфире, меня также забудут. А вот эти товарищи, которых мы раскрутили, они до этого не доезжают, понимаете? Я-то сам видел. Это было чуть-чуть раньше. Ну, моя школа вызвала этих товарищей. А у нас, извините, там 2 человека. Типа, вы должны что-то сказать. Вау, как я был приколот. То есть, я бы, если бы они хотя бы меня вызвали, я бы сказал единственное правило. Благодаря английскому языку я живу. Вы даже не представляете, что... Да не буду говорить. То есть, вы мне как бы никогда не говорите, чем я не болел. То есть, у меня 4 стадия рака, глиобластома. Но благодаря Господу Богу нашему, я ее лечусь. И всегда всем говорю, что можно лечить это заболевание подешевле. Но тут возникает дивный вопрос. И к слову о том, что мы возвращаемся на круги своя. Да, помните лицемерие, да? Так вот, лицемерный факт это появление Навального. А-а-а. Да-да-да, я его тоже читал и смотрел внимательно. И вот маленький вопрос, он говорит о сути событий. Типа, что-то случилось у шефа нашего. Но даже если брать то, что случилось у шефа нашего, я просто тупо все это дело распределяю по количеству наших жителей, жителей России. И оказывается, мы не такие большие деньги, всего 98 рублей. Всего лишь 98 рублей мы отдали. Но забывают про маленький другой нюанс. Про этих же ваших лицемеров. Их очень много. То есть я еще борюсь, пытаюсь побороться. Но возможно, наверное, мы можем это дело скоро закончить. То есть как можно людям объяснять о грамотных факторах. Грамотные факторы все должны понимать. Что есть несколько таких небольших контор. Ну, маленькие реально конторы. Ну, что это за конторы, которые бургеры, бургеркинг не слышали? А, мраморная говядина. Опять не слышат. Да внимательно посмотрите телевизор. Да, из мраморной говядины они делают бургеры. Где они работают? Естественно, по телевидению. Где работает фирма? Другая, которая крылышками торгует. Ну, там еще такой человек в очках. С бородочкой. Да, да, да. Мак. Вот. Где она работает? Только по телевидению. Не слышу, да? Вот есть. Сейчас, секундочку. Вот. Есть еще другая такая тема. Называется Макдональдс. Где работает? А, по телевидению. И еще дальше. Где работает компания по названию, ну, чипсы, которые выпускают? Лейс. По телевидению. Где работает тот, кто над ней встает? Это Пепси. Где работает? По телевидению. Где работает Кока-Кола? По телевидению. Я еще раз вам говорю, телевидение круче всех. Оно реально давит. И оно прокачивает под красиво, рону. Мяу, мяу, мяу. Телевидение также прокачало вам мозги. Я знаю. Я там работаю, мне надо рассказывать сказки. Сколько у нас людей участвовало в битвах? Ну, сколько. И при этом это не участвующие в битвах. Люди как бы спокойненько отнеслись и работают для вас. Да их немного. Два человека. Всего лишь два человека участвовали в двух битвах. Одному. Мы не проиграли. Мы сделали из человека с нулевым результатом. Человек, который получил 31 балл. Да, да, да. Это был 86-й год. А после этого мы помогли и сделали то, что вернулось на круги своя. А это был именно комбинат. Так вот, комбинат сделал идеальный вариант. Здесь лучшие дороги. Здесь город просто красивый. Реально красивый город. С постоянно обновляющимися дорогами. Ибо по-другому жить в территории Российской Федерации не получается. Ну, как может быть получится, когда зимой дороги охлаждаются до минус 50 градусов? А такие вещи случаются, потому что у нас тут речка. В смысле, река Урал. Красивая. Но с реки Урал она не полностью замерзает. То есть, получается влага. Влага куда падает? На асфальт. А летом? А летом асфальт прогревается до температуры 100 градусов. Вы не старайте. Температурный режим. Но, тем не менее, и поэтому дороги у нас должны и будут ремонтироваться постоянно. Но постоянные дороги начались тогда, когда дорог вообще не существовало в природе. Понимаете? Это сейчас хорошо, когда Платон наконец-таки дали, что областные центры работают, и дороги между ними просто красивые. Это было очень красиво. Но это было всего лишь недавно, и не сегодня, и не сейчас. Теперь возникает вопрос о нашей операции в Донбассе. Слушайте, в свое-то время, в свое время мы где жили? Мы жили рядышком Магнитогорск. Это 330 километров до Челябинска. А с Челябинска 180 километров до Екатеринбурга. В свое время мы собирались уйти из Российской Федерации. Было такое время. Мы собирали, мы как бы хотели уйти еще, почему нет. Но возникает вопрос, как нас остановили? Да делалось все легко и просто. То есть мы жили просто рядышком в центре России. И они сказали, а куда вы будете что-то продавать? Мы сказали, мы повезем туда. Они говорят, хорошо. Только перевоз. На чем вы собираетесь везти? Ну дорог-то не было тогда никаких. Транспортные артерии? Какие были транспортные артерии? Железные дороги. Ну пожалуйста, везите только ценники. За перевозку будут вообще прикольные. И поэтому так решили, что как бы не, не, не. Все-таки давайте вернемся на круги свои. Сделаем хорошо. И мы сделали реально хорошо. Единственное, в чем возникает вопрос. Если вы вспомните, ну как бы вам сказать то. Это уже к тому, что я вам в начале сюжета рассказал. Ну чуть-чуть, немножко сейчас. Самое малость. Как мне сказал один товарищ, который мне почему-то понравится. Ягодка на вишенке. Ну может быть ягодка на вишенке. Я наверное все-таки думаю, что это все-таки будет больше десерт. Вкуснейший десерт. Да, самый лучший десерт. Который я реально вкушаю. Это не ягодка на вишенке. Ну что такое? Нет. Я предполагаю, это просто какао с медом. Во, милое дело. С настоящим медом. То есть у меня нету, во мне нету ничего. То, что мне нету. Думаю, необходимости. Зачем? Есть сахарозы, когда просят брать глюкозу. Ну вот. К слову о том, что глюкозы. И это тоже меня лечит. К слову о том, как я лечился и почему я все это дело объясняю. Потому что в Господа Бога верю и он дает возможность не только мне лечиться, а всем людям объясняю, что можно жить глиобластомой достаточно длинное количество времени и не надо говорить, что рак это все приехали. Ну, к слову о том, что рак это все приехали, к слову о том, что все это дело неправильно, к слову о том, что мы почему залезли туда, куда нужно. То есть никаких проблем. Если вы хотите, уходите. То уходите. Только оставьте то, что работает для России. Вы же хотите уходить. Да? Ну, вы хотите уходить. Так вперед из песни. Только есть те области, которые вообще никогда, никоим образом не принадлежали такому государству, которого в природе не существовало. Я про Украину вам говорю. Вы не понимаете? Возьмите внимательно. Посмотрите, есть интернет. Гляньте внимательно, что его не существовало в природе. Как не существовало у всех остальных государств. Никогда их не существовало. Это мы им что-то еще дали. Не надо говорить про то, что вам просто в свое время Владимир Ильич отдал территории. То есть Польша никогда не была никакой территорией. Она всю жизнь находилась в Российской Федерации. То есть империи. Финляндия всю жизнь находилась в Российской империи. И когда мне начинают сказки рассказывать про то, что мы просрали войну с финнами, мы не просрали войну с финнами. Мы не просрали войну с финнами. Мы ее не просрали. Вы не понимаете? Еще раз объясняю, в отличие от дебилов, я этим занимался, это была военная кафедра, очень хорошая реально военная кафедра и вообще как бы тот уровень знаний, которые мне дали, а мне дали еще лучший, однозначно это были лучшие специалисты и так нас дрюкали по самые кривые помидоры, потому что мы были в базе, которая работала не так, как обыкновенный пятилетний выходной. Спасибо партии родной за пятилетний выходной. Это я про то, что люди говорили, когда обучались в институте. Нет, нам дали прокакаться по самые кривые помидоры, то есть у нас были циклическая система, ох нас как дрюкали. И благодаря этому, благодаря этому, благодаря этому я получил 4 балла по физической химии. Автоматы в Магнитогорске, вы хоть понимаете, что это была единственная группа, единственная, это была единственная группа, наша, которая получила автоматы. Да, 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 да. Остальные просто валялись, реально валялись, это было что-то с чем-то. И после того, как мне дали четверку, вау, вау, вот это было клево. Ну, ровно так же клево, когда я в первый раз поехал за своей нормальной машиной, это был 97-й год. Было красиво, было красиво и ровно. Да, 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 да. Что сегодня и сейчас? Я вам уже неоднократно говорил о том, что лицемерие. То есть вот тот самый человек, который лицемерный, брал деньги. То есть как можно брать деньги с людей, когда ты деньги не зарабатываешь, понимаете? И он попался. И после этого он начал ненавидеть город Магнитогорск. Почему, я не понимаю. Ты же попался. Скажи, я лох. Лох. Ну, как я говорю, что я лох. Вы что думаете, я не говорю, что я лох? Да нет, я говорю, что я лох постоянно. И вы должны тоже это дело понимать, что перед вами не какой-то там навороченный товарищ. Обыкновенно такой же парень. То есть этот обыкновенно такой же парень знает, что как бы это необходимо сейчас возвращаться на круги своя. И необходимо постоянно менять, покупать камеры, потому что у камер срок эксплуатации это не 10 лет, это всего лишь 3-5 лет. Если они уже отработали своих, надо менять. Даже если они в идеальном состоянии, их также надо менять. Пусть они лежат и пусть это будет спокойно. И самое забавное, что вот мы сейчас говорим, стандартный режим 3 на 4. Да не нужно ничего больше. Это вот понты дали вам 16 на 9. И вы решили покупать новые камеры. Зачем? Вот эта камера, которая стоит, вау, красиво работает. Просто изумительно. Это гигами, это топ. Это реальный топ. Зачем 16 на 9? Ну кнопочку переучил, работает 16 на 9. Просто зачем? Когда мы показываем вам качество. А качество это не склейки. Я ничего не буду делать. Я показываю вам, как работает крутой человек. Я не буду говорить, что я крутой. Нет, никакой я не крутой человек. Обыкновенный человек, который достаточно давно этим делом занимается. Коре, честно, с 95-го года. То есть 27 лет я работаю на телевидении. Не так давно, кстати. Ну, наверное, уже достаточно давно. То есть, грубо говоря, 23-й год пошел, как программа «Автостоп» появилась. К слову о том, что никто и никогда столько программ в городом одиночестве не вел. Я веду. Потому что я люблю машины, понимаете. Я люблю многое чего. История моей жизни – это история обучения и работы. Вы думаете, что я пришел туда на телевидение, потому что мне это дело хотелось? Нет. Потому что меня не допустили, к сожалению. Мне не хватило двух сантиметров роста и три килограмма веса для того, чтобы я летал. Если бы я летал, я забыл бы про телевидение как таковое. Я летал бы на истребителях, естественно. Я мечтал про это. Я про это дело мечтал. И не было никакого глиобластома. Потому что глиобластома от чего началась? От того, что на меня реально дуло шесть... Не вот это, это не дует. Никоим образом не дует. Другие кранчики дули на меня хорошо. Ну вот это нарисовалось. Мало того, что это глиобластома нарисовалось, потому что мне не давали просто лечиться. Был такой товарищ. Ну он до сих пор есть этот товарищ. Который меня антибиотиками пичкал. И что случилось? У меня просто провалился весь иммунитет. Да-да-да, полностью провалился весь иммунитет. И вот, здравствуйте, эта штука нарисовалась. Но благодаря Господу Богу я вам рассказываю, что так оно есть. Вот так вот мы в этих делах живем. Что сегодня и сейчас случилось, да? То бишь, давайте все-таки поговорим о смысле бытия как таковой. То есть первоначальная поездка была куда? В 97 году мы поехали в Америку. Это было круто, реально. Вы даже не представляете из вот этого ничего приехать в Америку и посмотреть. Но приехав в Америку, я уже научился работать на телевидении. То есть я с 95 года работал на телевидении. Я посмотрел и внимательно дошел до мысли, что Америка это очень хорошее место, в котором вы можете реально заработать бабки. Легко им, легко, просто вы можете стать миллионером. Но Америка потом у вас все эти деньги заберет, потому что лечение в Америке это просто абзац. Я еще раз говорю, что в Америку можно поехать, заработать деньги, но где-то после 45 лучше куда-нибудь вольнуть. Да, там где спокойненько и ровненько. А лучше вольнуть все-таки в тех странах, где еще у нас остался, слава тебе, Господи, коммунизм. Да-да-да. Вы думаете, что в Китае нет коммунизма? Ну, зря вы так думаете. Вы думаете, что на Кубе нет коммунизма? Ну, зря вы так думаете. Вы думаете, что во Вьетнаме нет коммунизма? Ну, зря вы так думаете. Мне бы, конечно, еще бы очень сильно хотелось съездить в Иран и съездить в КНР. Не в Корейскую республику, а в другое место, в Северную Корею, чтобы показать, что люди нормально живут. Сказки, которые вам рассказывают, не всегда есть правда. К слову о том, что сказки, которые нам рассказывают, то есть я вам говорил, да, когда я узнал, что у нас существует Сталин. Просто этого не нужно было делать. В свое время, вот из той же оперы, это был 89-й год, в Китае эти дебилы. Знаете, кто такие дебилы? Я бы, конечно, ограничил бы людей, которые могли бы что-то голосовать, не в возрасте 16 лет. Они там просто бараны. Я был таким же бараном. Вы думаете, в 22 года я был, ну, примерно таким же бараном, но в 24 года я перестал быть бараном, потому что я уже посмотрел, как это все делается, понимаете? Хотя, в принципе, я перестал быть бараном чуть-чуть раньше, когда вот эту дивную книжку прочитал, да, общение с людьми. Ну, английский, американский автор это делал написал, написал абсолютно красиво и ровно. То есть вот я бы многие вещи вам бы посоветовал. То есть желательно было бы Библию все-таки начинать изучать именно Библию. То есть не находиться, а научиться вам объяснять библейские сюжеты, которые были... Это была самая первая книга, если честно. Самая первая книга, которую вам необходимо было изучать. Самых детских корней. То есть неторопливо объяснять, что так и так. Я бы вам еще рекомендовал прочитать... Я Коран не отчитал, к сожалению. Но Коран вы уже будете читать после того, как вы прочитаете Новый Завет. Потому что... Ну, что такое Коран? Коран появился, кстати, достаточно не так уж и давно. В 700 году, после Рождества Христова, он появился. До этого не было. Исламской религии как-то не было. Ну, не было, не было, не было, не было, не было. И то, что сейчас происходит в исламе, то есть это то же самое, что было в России. То есть вы думаете, что идеальный вариант когда был? А, забыли, да. Ну, Владимир Красносолнышко был. Очень хороший царь. Да, да, да. И тогда именно то, что случилось. И сейчас. То есть человек убил, ну, внезапно, ну, случилось. И он работает, он берет и занимается тем, что нужно. И то же самое делается в исламе. Уже потом начался, когда мы взяли крестовые походы. А, мы думали, у нас все красиво и ровно, да, вы что говорите? Да нет, нет, нет. С крестовыми походами мы тоже ходили. То есть показывали, что все должны верить в Бога нашего. Но только не так верили. По большей части воровали. А? Клево было. Да клево было. А потом что получилось? Ну, после крестовых походов. Да, инквизиция. Не слышали про такое. Ну, то же самое примерно у них. То есть мы сейчас грубо объясняем, что, ребята, спокойненько, спокойненько, потому что есть телевидение. Телевидение вам все это дело показывает. Не то, что газеты. Что такое газеты? Что такое радио? Это вообще ничто. К слову о том, что, когда я объясняю, что газеты, что радио, что интернет, брит с овачей. Естественно, вы не понимаете зря, кстати. Один товарищ, фантаст, естественно, так и объяснил, что телевидение это круто, а все остальное так. Базара нет. Ну, так вот. К слову о том, что, я же говорю, лицемерие у нас еще в том смысле внедряется, что, вау, мы сейчас стали крутыми, и мы взяли себе наркотологи. Наркотологи – это маркетологи все это. Мне пришел один товарищ, мы предварительно очень хорошо работали, и этот товарищ, знаете откуда, со Сбербанка, сказал, дай мне денежки. Я говорю, за что? Я тебе передаю денежки. Я говорю, что-то я не въехал. То есть, и вот тогда, то есть, Салапет, ну, девушка, ну, просто-просто-просто, она уже тогда начала лицемерить. А лицемерят все. Вы думаете, у меня не лицемерили что-то? Да нет, конечно, у меня супруга, я говорю, ребят, давайте все-таки определимся, не надо врать, говори правду. Если у тебя не получается сказать правду, скажи, я не могу ничего говорить. И тогда это будет понятно, что человек не хочет врать. И все будет нормально и ровно, но этого не существует в природе. Этого не существует в природе, все врут. И вот с этим лицемерием я постоянно сталкиваюсь. Я сталкиваюсь с тем, что мне приходится общаться с людьми, как бы вам честно сказать, да? Не хочу этим делом уже заниматься, надоело мне это все реально. Некоторое время еще пройдет, ну, только некоторое время, а потом уже будут немножко другие вещи. Я хочу сказать, что борясь с лицемерием, это было бы красиво. Но лицемерие в чем заключилось у нас? И это был грамотный вариант, который вам показал наш шеф. То есть он показал то самое лицемерие, которое работало. И вот на этом лицемерии построено достаточно много вещей. То есть я вам еще раз говорю, 3% понимают, а 97% не понимают. Что без раскрутки по телевидению, без раскрутки вообще круто и всего остального вы будете никем. И вы думаете, что в Америке, Америка страна, в которой вы можете стать реально миллионером, она в принципе не сильно-то от нас отличается. То есть мы типа стали тоже миллионерами. То есть вы думаете, что трехомпутные квартиры в Ленинском районе города Магнитогорска дешево стоят? Нет, уже не дешево стоит. Дом не дешево стоит. Но там немножко другие вещи. То есть в принципе, да и я стал миллионером. То есть в принципе тот самый миллион рублей 32, если по старому курсу 2 миллиона рублей, которое было, являлось 1 миллион долларов, это уже дело было пройдено. Да, да, да. Вы просто вспомните себя, подумайте о чем идет речь, катайтесь, обратите внимание, сколько вы там потратили, сколько вы здесь потратили. Это достаточно просто было. Просто рано или поздно я возвращаюсь на круги свои и говорю, что был такой товарищ Алексий. Он очень был богатым человеком, реально был богатым. Но после того, как верил в Бога нашего, сказал, что все, хватит. Ну вот я к тому уже, дай бог, это дело случится достаточно скоро. Еще немножко осталось, чуть-чуть, самая малость. Вот и все. Но теперь возникает вопрос к тому же самому Навальному, да-да-да, к Навальному, к Тинькову. То есть все говорят, вот Тиньков особенно говорит, а почему вы не ввариваете бешеное количество денег? Тиньков, ты вообще-то достаточно богатый человек был, тебе бабки отдал товарищ с Альфа-банка. И именно только после этого ты стал богатым человеком. Так вот богатые люди, в том числе Билл Гейтс, ну те, тамошние, они просто часть своих денег отдают, просто отдали. А ты, нет, ты своровал. Как бы тебе еще рассказать? Ну, и это вам показывает кто? Владимир Владимирович. Ага, своровал? Не есть, хорошо. К слову о том, что достаточно многие вещи, которые он говорил, это... Ребят, ну, наверное, пора делиться. Вы не понимаете? А надо понимать, что надо делиться. И именно поэтому мы зашли туда, кто внезапно подумав, что они такие реально крутые, начал что-то втирать. Ребят, давайте все-таки поделиться. То есть, часть людей, которые вам никогда не принадлежали, хотят вернуться в Россию. Отдайте и валите. Вперед с песней. Валите, куда вам нужно. Только не надо забывать, что вообще-то Киевская Русь, это от слова Русь, Киев принадлежал к Руси. И никаких там приблуд-то и не было. Там есть небольшие вещи, которые вот оттуда, то есть, как бы вам так сказать, то было я в одном месте, в этом месте люди всегда вспоминали о том, что Советский Союз был круче всех. То есть, когда Советский Союз, и мы, естественно, кормили всю Европу, все сказали, а что нам там не жилось, никто ничего не делал. А сейчас пришлось работать. Я сейчас понимаю, что местечки с красными вещами, бордель, естественно, в Германии, там, скорее всего, уже все это дело поменялось, и там девушки другого более легкого поведения и с хохлянией по большей части работают. Ну, они достаточно красивые, что же мы будем говорить про эти вещи-то. Вот так вот, понимаете, все развернулось на круги своя. Зачем вам это дело было нужно? Вам дали возможность переть газ? Ну, и прийти. Зачем вам нужно было ездить и ехать, и думать, что Европа – это будет красота? Европа – это далеко не вся красота. Ну, отдельная тема. Я не буду говорить, что Европа не стала красивой, потому что они видели, что такое Советский Союз. И вы думаете, что при Советском Союзе, а Советский Союз первоначальный, что начал делать? Профсоюзы. Профсоюзы. А вы думаете, там плохие профсоюзы? Ну, 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 не надо думать, что там плохие профсоюзы. И в некоторой части побольше составляющей отношения к своим гражданам они получат Российская Федерация. То стало. Но они никогда рядышком не стояли с Советским Союзом. Никто никогда не стоял рядышком с Советским Союзом. И вот когда Тиньков говорит, что почему государство ничего не дает, а ты бы отдал свои деньги. Да-да-да, у тебя рак. У меня рак. Только в отличие от дебилов, которых очень много, я никогда не говорю, подписывайтесь под мои каналы. Не, я не буду про это говорить. Вы должны быть самыми умными и сами подписаться, если вам это нужно будет. Мне не нужно. Мне это не нужно. Я сам, гуру, гордом одиночестве, покупаю эти видеокамеры. Я работаю, я показываю, что жизнь существует. И в этой жизни лицемерия для меня быть не должно. Меня это реально просто достало. Потому что общение с людьми лицемерами это просто реально кака. Очень нехорошее. Когда это случится, не знаем. Но возможно, возможно мне это уже скоро и не нужно будет. Так что я продолжу эти сюжеты. Они будут всегда в Ютубе. Потому что первоначально мне надо показать, что даже невзирая на форму рака, когда не надо говорить, что я не видел. Я в этой жизни видел все. От и до. От и до. Я не боюсь смерти. Я никогда не боялся. Я не боюсь. Вы мне будете что-то сказать, что кто-то меня прибьет. Ну заходите, прибивайте. У меня там пять стволов есть. Я еще посмотрю, кто бегать будет. Так, к слову о том, что есть товарищи, которые ненавидят меня. Вещи реально существуют. Ну заходите, попробуйте наехать у меня дома. Если это получится, ну может быть получится, а может быть нет. Так что не надо наезжать. Давайте все-таки работать. Работать и понимать, что лицемерие это очень реально плохо.